Капрал Дуэн Хиггс Капрал Дуэн Хиггс Капрал Дуэн Хиггс Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры моего корабля. 17 недель назад десантный бор Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть. Мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Всем быть в ангаре через 20 минут. Назовитесь. Капрал Кристофер Уинтер. 118-й батальон. На борту Сифоры. Капрал Уинтер. Прикрепляю тебя к Рина-2-1 для спасения 2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Но я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо. Давай догоняй 2-1. Они постараются добыть черный ящик Сулака и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Мы обосрались. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США Сифора. Внимание! Прямо сейчас Рина-2-1 и Рина-2-3 ведут бой. А мы морпехи своих не бросаем. В течение двух часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри-161. Как корабль оказался у этой планеты? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыто сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи. Ура! И к черту! Ура! 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 Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рина-2-1. Двигаюсь в их направлении. Взрываю заряды! Господи, Исусе! Вытащи нас! А ну-ка, заткнулись! Это Рейдер-6-5. Второй двигатель вышел из строя. И под нами мокро. Сон! Рейдер-6-5 падает. Повторяю, Рейдер-6-5 падает. Я очень рада, что ты живу. Рада? Забыла, как ты хотела его бросить? Белла, ты что говоришь? У нас были разногласия. Ага, она хотела нас построить, а тебя бросить. Так, давайте все успокоимся. Я испугалась. Я ведь не только пилот, но и лейтенант. Я принимаю решения. Морпехи своих не бросают. Это важнее субординации. Эй! Может, поговорим об этом позже? Белла, нельзя рисковать многими жизнями, ради спасения одной. Понимаю, каково тебе, но трудно доверять тому, кому жить осталось несколько часов. Ты что несешь? Ты же знаешь, что последний патрон я бы оставила для себя. Эй! Все нормально, все нормально! Убери пушку! Белла! Белла, убери пушку! Ты направила пушку на старшего по званию. Насколько я помню, твой приказ был, если что, стрелять тебе в голову. Прекратите! Возвращаемся в центр управления! Умите себе, черт бы вас попрал! Сулакры, это Уинтер. Мы подключили радиовышку и нашли нескольких морбехов. Возвращаемся к вам. У нас тут. Я понимаю. Вы находитесь в экстремальных обстоятельствах. Я сам за последний день потерял 300 человек, так что я вас понимаю, уж поверьте мне на слово. Рид, Белла, немедленно прекратите лаяться. Разрешите... Оставить! Ты приняла правильное решение, и сама это знаешь. Тема закрыта! Вы двое, шаг вперед! Эти два придурка хотят отправиться на верную смерть в самое логово Вэйю, чтобы извлечь из твоей груди мерзкую тварь и спасти тебя. А у нас и так мало людей, и слишком много морбехов пропало без вести. Сэр, да выслушайте меня! Но я даю разрешение при одном условии. Сэр? Где-то там есть список всех, кто был на борту. Он мне нужен. Все, можете отправляться. Да, сэр. Спасибо, сэр. Тут рядом конюшня с наземными ползунами. Возьмите один и возвращайтесь живыми. Всех касается. Сэр, разрешите их сопровождать. Отставить. Я хочу пойти. А я хочу, чтобы мой пилот выжил и вывез с этой планеты сотню морбехов. Разговор окончен. Ты ничего нам не должна. Просто вывези всех остальных, а с Вэйю мы разберемся. Главное, нам не мешай. Один звук из твоей пасти, гад, и завтра в мусорке найдут твои мозги. Если понял, кивни, сволочь. Белла, ложись на стол. Один из этих лицехватов оставил у нее в груди своего ребенка. Надо его извлечь. Но это... Это... Это невозможно. Неправильный ответ. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Поверьте мне, мы уже пытались извлекать такие эмбрионы. О, Нил, не перебивай его. Пусть скажет. Эмбрион строит из жидкости и питательных веществ хозяина плаценту. Но она не похожа на человеческую. Скорее, это сорняк, который укореняется в каждом органе грудной полости. Даже, даже если удалить эмбрион, эта самая плацента, она словно раковый опухоль. Органы начнут выходить из строя один за другим, и тогда... тогда вы... вы просто умрёте. Уинтер, выруби его. О, Нил. Я больше не могу. Как жарко. Эй. Эй, Белла. Да. Так, всё в порядке. Просто закрой глаза. Вытащи того, морпех. Ты обещал. Вытащи всех с этой планеты. Ура, и к чёрту. Обещаю тебе, что-то пошло не так. Они злые, как черт. Вы их чем-то огорчили, сэр? Ну да. Кто он? Ну-ну, сынок, полегче, полегче. Вы ведь заранее знали про список? Вы всё равно туда собирались. И вы знали, что Белла в любом случае погибнет? Да, и ты это знал. Но, сынок, все демоны ада не остановили бы вас. Вы всё равно попытались бы что-то сделать. Мать, убери оружие. Опусти ствол. Мы только что рисковали жизнью, чтобы вытащить этого парня из комплекса Вэй Ю. Представим, что никакого вранья не было. На кой чёрт вам понадобился этот морпех? Что произошло на Сулако? Скажите нам правду! Сними ты этот мешок у него с головы. Ну и что это за хрен? А, класс! Мы снова здесь. Я капрал Хиггс с корабля Сулака. Люди в Вэйленд-Ютене несколько месяцев выбивали из меня информацию. Их интересовало всё, что я видел. Пишем. Где шифр? Другой пишем. А вы как выжили, Хиггс? Вас объявили погибшим 14 недель назад. Мы прибыли сюда, так как перехватили ваш сигнал бедствия. Очень жаль. Какую информацию вы им передали? То, о чём они и сэм подъядались. Так что я остался живым. Ничего по сути не видел. Капитан, кого мы сюда привели? Мы слишком поздно узнали про Хиггса. Слишком поздно. И кроме того, я был уверен, что ваши шансы на выживание ноль целых хрен десятых. Мне жаль, что так вышло с Беллой, честно. Но у Вэйю здесь стоит сверхсветовой корабль. А у меня на этой проклятой планете сотня морпехов. И мой долг вытащить их отсюда любой ценой! Тогда торопитесь, сэм. Корабль скоро улетает, уже не вернётся. Вам известно расписание? Мне известно, никто обеет. Сэр, сюда с боем пробиваются две группы морпехов. Что? К Надежде Хадли направляются более сотни ксенов. Примерно через тридцать секунд горизонт почернеет. в небо поднимутся самые смертоносные машины во вселенной. Я вижу, ты не из тех, кто считает себя важной шишкой, но это решать не тебе. Здесь и сейчас именно ты и именно мой пилот самые важные морпехи из всех. Так что вали отсюда! К чёртовой матери! Пошёл! Что могу сказать? Похоже, ты тут придёшься ко двору. Простите, сыр, но вы не указали, в каком направлении должна двигаться бронемашина. Но раз вы живы, если не возражаете, я спрошу кое о чём. Что произошло на Фьюри 161? Значит, лёгких вопросов не будет. Мы покинули ЛВ-426, и я отправил сигнал бедствия, который вы приняли, а затем лёг в заморозку и стал ждать смерти, спасения, чего угодно. Рядом с Фьюри на корабле включилась тревога, и меня разморозили, как старшего позвания единственного морпеха на корабле. Тревога сработала, потому что на борт незаконно проникли наёмники Майкла Уэйленда. Так, кто же тогда был в твоей кривокамере? Долгая история. Мне важно одно, разделаться с этими ребятами. Это всё, чего я хочу. Этим и займёмся. Сэр, вам слово. Мы все с вами колониальная пехота. Каждое утро, просыпаясь, я благодарю младенца Иисуса за то, что я морпех. И если я позволю Вэйленд-Ютани это у меня отнять, то пусть добрый боженька меня накажет. И так, у нас нет корабля, на котором можно убраться с планеты, но он есть у них. Сколько до прибытия последнего судна? Приходит сегодня вечером и уходит насовсем. Если не захватим корабль, останемся здесь навсегда. Это единственный шанс. Под моим началом 63 колониальных морских пехотинца Соединённых Штатов. И мы захватим этот комплекс, а потом и корабль. И мы прихватим с собой все улики против Майкла Вейланда и его компании, которые найдём за всё, что они нам сделали, за всё, что они у нас отняли. Ура и к чёрту, о, Нил. Ура, капитан. За погибших морпехов, парни. Говорит Рейдер 6-5, по прибытии на место буду поставлять разведданные всем наземным силам. Будьте на чеку и определите все наземные и воздушные цели. Вас понял, Рейдер. Уничтожим цели быстрее, чем вы их указываете. Отлично, Уинтер. Удачной охоты. И оставьте кого-нибудь для меня. Конец связи. Говорит Сулака, всем наземным группам подготовиться к развертыванию. Мы начинаем. И как ты собираешься попасть на корабль? Пока ещё не придумала. Ага, пора мужей придумать. Знаю я. Бишев, а если взорвать люки? Они заблокируются, чтобы избежать разгерметизации. Что? Вот это план? У нас нет выбора. Нужно попасть на корабль, пока он не покинул атмосферу. Рейд, действуй. Готово. Ракеты пошли. Сейчас столкнёмся. Грус, нет! Теперь я беру всё на себя. А вы найдите Майк на вылоку и заставьте его говорить. Уничтожьте корпорацию, отомстите за погибших товарищей. А затем вернитесь и увезите наших в борту как с этого трижды в проклятого будущего. Так точно, сэн? Удачная охота. Зажимы отключены, двигатель набирает обороты. С Богом, капитан. Посмотрим, умеет ли это дрячь или дача. Конец связи. Просто глазам не верю. Да ну? За дверью Майкл Вейланд. Из-за него мы все здесь. Мы потеряли чёрный ящик Сулаку, а люди в Вэйю уничтожили все улики, так что Вейланд нужен нам живым. Он должен дать показания. Согласны? У Нил пойдёшь со мной. Мы разберёмся с этими парнями. Стойте, не стреляйте. Погодите. Да погодите же. Вихоть, понимаешь? Ты понимаешь, что ты наделал, упырь? Нет, пожалуйста, не делайте этого. Я ведь просто лицо компании. О, Нил, подумай, что ты делаешь. Поздно думать. Братишка, мы его взяли. Убери оружие. Убери. Не могу. Кто-то должен за всё это заплатить. За Круза. За Киза. За всех, кого мы потеряли. За неё. Не думай сейчас про Беллу. Если кто-то назовёт её имя, я разнесу этому гаду башку ко всем чертям. Пожалуйста, не стреляйте. Заткнись, мразь, заткнись. Можно я с тобой поговорю? Бишоп, отвали хоть ты. Нет. Бишоп, я не шучу. Если не отойдёшь, буду стрелять через тебя. Нет, Белле бы это не понравилось. Я сказал не называть её имя! Белла. Анил, стреляй! Хиггс, ты что? Что за дела? Анил, ты должен его застрелить. Поверь, должен. Кабрал, отойди! Анил, не надо! О, как я благодарен. Бог ты мой. Застрелил я твоего бога. Он был нам нужен! Присмотрись. Это не Вейланд? В точку, Кабрал. Но откуда ты знаешь, что это не настоящий Вейланд? Ты сказал, нам нужно выяснить всё, что ему известно. Я был у них тринадцать недель и четыре дня. Многочасовые допросы, бесконечные пытки. Конечно, я уже едва держался. Но знаешь, когда в камере вас только двое, в конце концов замечаешь, что второй парень не дышит. Почему тогда ты его убил? Потому что он бы уничтожил вас при первом удобном случае. Это его задача. Бейшоп? Я могу скачать его данные. Это особая модель. Возможно, нам повезёт. Что для этого нужно? Свободное место и скальпель. Это опасно? В моём мозгу трубки. Глупый вопрос. Прости. Бишоп, ты готов? Закачка данных уже началась. Мне нужна ещё минута. Думаешь, это сработает? Сработает. Откуда ты знаешь? Ты потерял девушку, да? Я тоже. Это должно сработать. Бишоп, что у тебя? Скажите, у нас осталось хоть что-нибудь. Нам необходимы доказательства. Все улики у нас. Думаешь. Продолжение следует...